как у него ноги длинные прям такие ух какой у нас клевый мужик надо снять маску Ха-ха-ха. 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 Всю игру у меня крыло от этих стонов, конечно. Ты эту песню, милая, думаю, команда. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так. Теряет свой сок и смысл на вторую минуту игры. Так, о, вот отсюда. Окей. Освещение в этой игре просто баичное и клево, что многие катсцены во времени суток не заскриптованы, когда смотришь их в разном освещении, как будто две разные сцены. Да, бывает, кстати, такое. Бывает. Ха-ха-ха. Прикольно еще... Вот я не помню, в какой игре было. Тоже там погода была. Господи. Ну, соответственно, менялось освещение и в сюжетных даже квестах это не учитывалось. Я вот не помню... В каком это? Может, это в Синкин Сити было? Я не уверена. Да, возможно, там. То есть ты приходишь по сюжету, у кого-то там день, а у тебя, например, дождь сляк. И все как-то плохо. Эх вы. Забавно, на среднем уровне, ну, то есть на обычном, нередко тащат неписи. На высоком, если монстр достаточно сильный, скорее всего, тащишь ты, а не неписи. Они падают довольно быстро. Из-за этого средний уровень сложности получается слишком легким. А высокий... Ну, таким. Более-менее. Так. Это лагерек, я чувствую, да? Хорошо, что они стали делать клевенький модный открытый мир, а сделали отдельные локации. В последнее время это обретает, ну, не то что прям популярность, но очень многие этим начинают промышлять. То есть инквизиция, ведьмак, всякие изометрические, с ними так понятно, я думаю. Для них это как бы нормально. И мне кажется, в какой-то степени это даже лучше, потому что ты, в принципе, ничего не теряешь. То, что между этими локациями нет аккуратного перехода и вот каких-то там, знаешь, бесшовностей. Тебе это ничего особо не дает. Зато у тебя грузится нормальная локация и нет вот этих бесконечных подгрузок каких-то вот этих, которые нагружают твой несчастный пик. Особенно если он... Зачем я это делаю? Особенно если он старенький. Ресурсов не так много на все это тратится. Мне кажется, так даже лучше. Единственное, что какому-нибудь там Скайриму, да, это бы, наверное, не очень подошло, но в последнее время вот такие игры по типу Скайрима никто и не делает. Ну, кроме беседки. Ну, там Фоллауты всякие, соответственно. Я сейчас даже навскидку не могу ничего такого вспомнить. Очень зависит от игры. Сюжетным играм вроде этой Инквизиции и Видимака, например, того же самого, мне кажется, и такие крупные локации подходят вполне. Я спасу тебя, видишь? Я молодец. Беги, спасайся. Мне кажется, шестые свитки будут по тому же принципу. Интересно, как оно будет, потому что это не свойственно свиткам. Ну, по крайней мере, последним, я не помню, честно говоря, как там было. В Даггерфолле там вообще, конечно, в Даггерфолле там, вау, весь просто мир с этими генерящимися городами, так что там было все-таки вообще, в принципе, все по-другому. Ну, посмотрим. Вполне возможно. Вполне возможно будет так, как сейчас можно. А, ну, кстати, в Одиссейле. В Ориджинсе, соответственно. Попытаться разспросить. Давай запугаем, какого хрена. Тигренок, привет. Можно задавать вопросы по прохождению других игр? Ну, если в умеренном количестве, то, да, почему нет? Да и хрен божь с тобой. Нужен ты мне. Ох, ни хрена. Расстрелять! Просто эмиссар торгового содружества, идите. Расстрелять собаки! Как оно там было? Съех расстрелять! Еще бы миникарту нормальную оставили, а не модную полосочку сверху. А, вот эту? Да, полосочка-то как бы хрен с ним. Но миникарта бы не помешала, конечно, да. Семи для врат знания. Окей. Только один вопрос. Выживалка Long Dark слышали? Слышала. Она у меня есть, даже эта игра. Но в свое время, когда в ней не было сюжетного режима, мне она не сильно зацепила. То есть, я не очень люблю такие игры, они меня не цепляют вообще. То есть, сабнатики всякие, вот это вот. Ну, не знаю. Мне скучно. А потом прикрутили сюжеты, а мне уже как-то, знаешь, не интересно. Так что вряд ли она будет. Я еще в свое время насмотрелась роликов по этой игре у Юджина Сагаза. Оборжалась, и мне этого вот так хватило, поэтому... Не будет. Ничего не будет. Что это за дырочка такая? Сейчас, подожди. Тут что? Ничего. Ничего. Охахахаа. Девана... Я, честно говоря, вот сейчас в каком-то таком... Ожидание... Слушай, это интересно. А там что было? Подожди. Там, наверно, другой вход, да? Мне сейчас жутко интересно Замутят ли что-нибудь Разрабы Старди Уэлли Новенькое Они вроде ничего пока не пишут Но они по идее же должны рано или поздно что-то сделать Правда ведь? С такой популярностью Старди Уэлли О боже Я бы глянула Не знаю почему мне при всем при этом Как-то не зацепила Гревьер Скипер Не знаю Я искренне пыталась в него поиграть Но я так играла с таким как-то Покер фейсом Ну окей Что есть эта игра что-нибудь Там был один разраб Ну не важно О вон они смотри красивые А персоны 5 не будет? Я бы поиграла если бы был русификатор Но там так много текста Одно дело Причем я люблю с анг... Господи С японской озвучкой играть А когда играешь с японской озвучкой И с английскими сабами Меня перебивает японская озвучка Я ее слушаю вместо того чтобы читать сабы И я просто не успеваю Не говоря уже о том Для себя не успеваю прочитать элементарно Не говоря уже о том чтобы переводить еще В процессе Еще и для себя где там Вах это нереально просто Был бы русификатор Я подумала Что в принципе почему нет Тихо подожди Сейчас запутают меня Не пойму куда бежать Куда бежать то? Откуда я знаю откуда они идут? Бежишь в одну сторону Они идут оттуда Откуда я знаю откуда они идут? Даже карту не успела посмотреть Сейчас что-то будет Жопу натирует Блин Сейчас стрела в глаз влетит Ну чё-чё-чё-чё-чё-чё Так ну чё там будет Ладно Явно теперь нужно туда Куда мы не сходили В первый раз Но я не знаю Так ну чё-чё-чё Может быть, говорят, как носители языка? Офигенно. Прям так очень грамотно. Как будто всю жизнь на этом языке говорили. Как будто всю жизнь на этом языке говорили. Нафиг никому это не надо? Ну это прям выход. А вот это что такое? Может где-то подняться как-то? Можно. Да как-то нет. Ну ладно. Может потом. Не поняла? Ну ладно. А сейчас прикинь и сможем подняться. Обратно. О, смеху-то будет. Да нет, нормально. Так, а все-таки. А что там? Нет, подожди. Вот-вот-вот. Я понимаю, что это тот же самый вход. Мне просто интересно. Видимо, мы потом сюда будем что-то класть. Или сейчас можно положить. Ну что-то я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Да. Я сомневаюсь. Такая. Субтитры создавал DimaTorzok Эта маска напоминает мне, как мы в Весперии одевали это ведро на голову Эстель Не без этого Да он же голову вам оторвет Двадцать три минуты нужно где-то прокуковать Ну пойдем посмотрим, что там Потому что около этого костра нельзя, к сожалению, выбрать время Ой господи Который ты будешь около нее сидеть Пойдем поизучаем Старость, нерадость Слушай, ну это далековато, конечно Дор, я видела, видела Еще нельзя, там же пишется сколько часов спать Ну там чаще всего либо больше, либо меньше Лучше это время он потрачет на доисследование локации Потому что пока я буду бежать к костру Пока вот это, пока вот то Намного мы нашли записи к Серафидину? Ну, как-то так, не очень, я бы сказала Мы нашли тело Серафидину Но при этом, когда мы пришли рассказать об этом нашему наставнику Мой чувак говорит, что Ничего не знаю, не нашла Не нашла тело, не знаю При этом мы его нашли, это тело Как-то такое Зачем нам прям записки Все находить, чтобы Сказать то, что мы нашли тело Не вынимаем Условности игровые Так, что у нас тут? Еще одна деревня? Так Ты кто? Глендан Что-то вспомнила Была Бренда И был Брэндан От личности банулись родители в свое время, конечно Беверли Хиллз 90, 210 Кто смотрел, а? Кто смотрел? Курсирный весь квест целиком сдавать Да, да, очевидно уже По кусочкам нельзя Ой, я смотрела, думаю, что так знакомые имена звучат? Какая там была драма между люком И этим О, этим, господи Этой Брэнды у них там вечно Как у Фиби с Коулом, знаешь По лезвию ножа просто Мне нравился мужичок Который с Донной мутил Прям самый адекватный, по-моему, из них Из всех Донна, конечно, та еще сучка На моей памяти Еще там была, кажется, Келли Блондиночка такая Которая с люком мутилась Тоже Но потом Боже, что там только не было, е-мое Атмосфера у сериала была клевая То есть, знаешь Богатая Улица богатых детей Знаешь, вот они все такие При деньгах Крутые Беверли Хилл сетить Пальмы Розовые дома Кабриолеты Слушай, ну, в принципе Не такая большая локация Вот это только Что такое? Интересно Можно, кстати, куда-нибудь Поближе телепнуться Вот, например, к этому костру Еще только добежим Так Ну-ка, тетам Тетам, тетам, тетам Какое-то дерево Да эти боссы Давно боссов не было Мне кажется, он будет По заданию этой мадамы нашей Сунем свой нос Куда не надо И вылезет что-нибудь Ой Сейчас, прикинь Поскальзнулся Лицом в камне просто Минус товарный знак Потом Мы вас не узнаем Ну, бывает, да Вы непедлые На какую-то отсылку Могло бы быть похоже Если бы рядом с этим скелетом Что-то лежало Почему я сказала Мужик, кстати Не знаю Вполне возможно Это женщина Но мне кажется Только у мужики достаточно Своеобразно Чтобы умереть Вот так Вот здесь Бабы как-то ищут место Поприличнее Если уж подыхать То не на камнях И конец игры Знаешь Падаешь, короче Вот подскальзываешься Падаешь Лицом На вот этот камень И знаешь И красный экран Просто А потом Титры Так 20 минут Дарксула Привет Падаешь Разбиваешь Ну, заносишь Неизвестную заразу Умираешь От еще одной Вариант цены Малихора Так Давай Сколько там Минутков подождать Это уже закапало Все Докапало? Два Да господи Почему? Почему все еще 20 минут? Ладно Давай попробуем 5 минут 7 13 14 Так, подожди 6 Сейчас Засуммируем Вот, вот, вот Ай Сразу на 14 Безобразие Ну ладно В принципе 4 минутки Можно подождать Мне задание Отключилось Что ли? Нет 6 6 минут Боюсь Проскипывать До ночи Мало ли Хоть бы монстров Каких-нибудь Поставили сюда Хоть побить их Ой, боже Эта песня у меня Теперь ассоциируется С Way Out Потому что мы на титрах Когда подбирали Какая песня Лучше подойдет Я там какую-то поставила И Саша, по-моему, кстати Предложил Dust in the Wound Я сперва такая А потом такая Да, все-таки Она больше подходит И теперь она у меня Ассоциируется С Way Out Черт Проклятый Way Out Саша Да, по-моему, это был Саша Могу ошибаться Но, по-моему, это был Саша А-а-а Стоять А-а-а Стоять Охота Это ачивка Ну шо там Где там Квест наш Через ту же дырочку Пойдем же, да? Пять минут, пять минут Это много или мало Пять минут Может там отреспаунился кто-нибудь Пойти замочить их Господи Никогда пять минут не тянулись так долго Может перерыв сделаем Пока эти пять минут капают Они сразу пролетят за мгновение ока Сэн, ты же левер-зверушка Это не мешает мне убивать их внутри игры Ради ресурсов Вот смолу бы положили сюда Это верстак Я бы хоть пошаманила бы что-нибудь Про пятый и пять минут Может сбросим четырнадцать Может прокатит А как блочить удары в ББ Никак У тебя же нет счета, чем ты будешь блочить У тебя есть парирование Пользуйся им Пришла такая В БЛОДБОРН Как блочить удары Как парировать Л2 Тебе в начале игры Обучение Зачем на полу нарисовали Женщина Только так Только так Ну когда-нибудь у тебя появится Основное оружие Которое превращается в огнестрелы Ты сможешь парировать с помощью него Но там тоже Л2 Ну а типа мечом Женщина куда Ты пришла в БЛОДБОРН Парирование мечом Акстись Его еще надо найти Это обычно Да на полу в самом начале игры Камон Что там его искать Парировать мечом Она хочет Куда ты пришла Выйти И зайди обратно Парировать Лени Ох ты ж Твою мать Здравствуйте Ни хрена себе Блин Двуручник имеет смысл Прокачать только ради Вот этой хрени Мне кажется Они ж да Они ж Они ж дают Эта награда Я постоянно забываю Заглядывать туда Ради наград Можно как-то Меня обратно Большой Ну вот такое себе Это все старое Вот это охренеть Идите Я хочу это Нужна ловкость А это сила Черт Аааа Как обидно Так подожди А если вызвать Курта там Какого-нибудь Хотя он так с нами А нет Подожди Несовместим В смысле Несовместим Это же двуручник Ой Ну Все Короче Ой Я про нее Говорила Про вот эту Ковырялку Да Блин Она клевая Че-то Так визуально Даже Обычно Такими хреновинами Ну не только Такими Но такими Тоже Рубили ноги Лошадям То есть Вот лошадь Скачет На человека И Замах И минус Ноги Лошади И садник На земле Классно Может они Еще и шмотки Были бы нам Подкидывали Было бы неплохо Потому что Вот это Че-то Как-то Обчалилось Тут Сила Неловкость Да Это был не Саша Это был не Саша А кто это был Мне что-то казалось Что это был Саша Я еще такая думала Етить ХЗ Ну там же Ник написан А ты не на стриме Смотришь По-моему это был Саша Сказал Сесса сказал Что это не он Можно пойти В стрим И проверить Я почему-то Помню Что это был он Кто-то из нас Ошибается Разреши Этот спор Что бы сделать А время По-моему не тикает Пока я сижу Внутри этой хрени Где тикает 47 Она не капает Етить Ладно Ой короче Давай знаешь Как сделаем Там кажется Три минуты Давай все-таки Вот так попробуем Может прокатит Я конечно Опасаюсь Так Скипывать время Мало ли что Вдруг не успею Добежать Или еще что-нибудь Ну вот да Я Упс Вдря А как так вышло Надо было в обход Да Ну так честнее Я из вашего рода Во Он сам разрешил Так даже лучше Потому что нам разрешили Официально Мы нигде Не это самое Не мутили Нам Нам разрешили Так даже лучше А я что-то смотрю Никого нет Я щеманула Думаю сейчас пока Никто не собрался Я думала они в пещере Будут Надо бежать туда Но нет Так Даже Лучше Горбайосоид Горбайосоид Да они это сам Не варчивают Горбайосоид Даааа Горбайосоид Горбайосоид Ну как бы да Все Можно Можно заканчивать А еще с кем-нибудь Кто тут еще А с тобой можно отдельно поговорить Положить Горбайосоид Горбайосоид Низя Да даже не та Другая Которая Успокаивала Я Ну ладно Так Ну Три из трех Че еще Ух Туман Ты на бете Туман Аруих Нестили Аде't Амарар Мам Менеда 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 Сейчас что-то пойдет не так А сейчас что-нибудь с ней случится, да? Или нет, из-за она уже Ну, это очевидно Очень-очень внезапно Ой, собаки А тут, смотри, пришлось бы им в любом случае помочь, на них бы напали Нам бы пришлось покинуть укрытие и выдать себя А так мы уже получили Получили, блин, разрешение У-у-у-у-у! Лечится Ай-яй-яй, ой больно, блядь Чо их так много? ловись экспертина по эксперт по отравлению чип так сдох так все сдохли кроме меня отлично как обычно можно вот в этого да не в этого и не в этого и не в этого даже не видно ачивки ну я знаю сети афра а сей но и поэтому я эти зачитывал это хорошо что они тебя не узнали но они работают для моего мастера доктор ассили я был его студентом долгое время я знал что этот мастер методов были... ...человечески он был так обсужден с его задачами что он стал крюльным но я не думаю что он будет так далеко обучать людей для экспериментов ты думаешь что они используются для экспериментов? что я видел этих солдат Дружба. Слушай, ну очень быстро мы с ней задружились. Два квеста и все, любовь до коробок. Это все в симпатии ходит, это уже дружба, понимаешь? Что за фигня? Что за фигня? Слушай, ну здесь интуиция уже на троечку. Сучу, там шапки, я ее могу вообще до конца жизни своей не снимать и все будет зашибись. Вопросы. Что качать? Здесь уже тоже плюс. Но это за счет товарищей, я так понимаю. Собственно, за счет девчонки. Харизма это плащ. Энергичность можно начать брать. Нередко где нужна энергичность второго уровня. Ремесло. Ну как бы можно курты ненадолго добавлять. Либо вообще услугами кузнеца пользоваться, если уж на то пошло взлом. У меня, считай, второго уровня он есть. Я могу переодеться в шмотку, которая дает мне второй уровень. Третьего уровня, ну как бы, ну чаще всего в этих сундуках, честно говоря, ничего такого нет. Энергичность как-то пополезнее будет, мне кажется. Ремесло тоже как бы, ну так. Энергичность, да, она пополезнее, потому что увеличивает максимальное количество боеприпасов, позволяет медленно восстановить здоровье и магическую энергию вне боя. Давай. Давай энергичность. Здесь два штука. Возьмем. Больше урона. Давай. Все. Какую награду, интересно, мне за этот квест дали, потому что я что-то так не обратила внимания. Все. Главный квест на повестке дня. Зато теперь везде залезем. Ну, пока не появились места, где третий уровень энергичности нужен. Например. Господи. Так, давайте, кстати, с женщиной поговорим. И с этим надо бы потрепаться с петрушей, потому что мы этого не сделали, когда сделали квест. Свой. Ну, еще бы. О-о-о-о! Давай сперва по-культурному. О-о-о! Где ты пришел, Апра? От Алима, рядом с Аль-Саад. Это только маленький город, но есть очень известный observatory там. Мои родители хотели меня стать астрономией, но я выбрала Земля. Солнечная земля. Я всегда была более интригada с жизнью, чем старые звезды. Планты и животные меня fascинали. Вообще объективно. Вообще объективно, мне кажется, Альфра нам... Она немножечко, конечно, ногами топчет чужие цветы, но она старается, по крайней мере, сделать это аккуратно. Не хочет вызывать гнев. То есть, у нее чисто натуралистический интерес. И в этом мы с ней похожи. Но при этом она достаточно боевая и, в принципе, миролюбивая. Она могла бы, вот представь, да, они вдвоем потом куда-нибудь отправятся. Она может стать хорошей компоненткой. То есть, вот, у них общие интересы, общие... Очень похожие местами взгляд на мыр и на... О, господи, и на терфради, в частности, на чужие культуры, в принципе. Йору будет в печали. Ну, Йору уже пора бы давно смириться, что... Как бы, да. Так, я не помню, последняя тыкала, нет? Нет, по-моему. Такую маску с ней с ними. Чего это? Надо ей другую. Знаешь, ей благородные цели. Слушай, а вот интересно, есть ли будет какой-нибудь поцелуй? А то в моменте у костра. Да каком? Что интересно, для романа-романа обычно надо выбирать строго определенные реплики. Но Альфия у меня заромантилась, даже когда я специально выбрала не ту. Хе-хе, в смысле. Ну, это что-то вообще не в нашем стиле. А это как-то... Ну, как-то... Ну, я пошел, потому что дневник, знаешь, как будто он вообще не понимает, что он флиртует. Не совсем понятно. Не, ну поломаемся. Хотя, блин, мужики не ломаются. Мужики не плачут, они выходят покурить. Я не знаю. Костелинай, привет. Че вы браете? Мы же ее до этого даже не видели. Вы че-то преследуете девушек, блин? Виной красота. Как ты, блин, узнал, что она красивая, если ты ее до этого даже не видел? Лучше комплимент уму, чем красоте. В данном случае, по крайней мере. Ну, как сказать, что мы предпочли свидание? Сказали, что это было загадочно, наполчительно. Поговорите о двух молодых людях. Это как-то в лоб. Это просто по факту. А вот это че-то как-то вообще непонятно. Варианты тут, конечно, че-то как-то так сразу не прослышишь вообще, о чем он будет говорить. Ну, то есть, с каким настроем. Ну, давай про свидание, ладно. Ну, вообще, честно говоря, если отыгрывать моего Десарда, он бы ответил вот это. Ну, это же, конечно, что мы с вами научились несколько вещей. Были вместе с этим. Это правда. В моем мнении, знания должен быть shared. Это почему я так нестанно, когда это касается секретов. Но твоя ратчетка будет уменьшиться. Я буду пonder на вопрос. Ты мне многое думать. Что еще? Что еще? О походе в пещеру можно с вами поговорить, мадам? О, господи! О, господи! О, боже, я люблю его! Знаешь, вот так вот это выглядит, как будто вы... С другой стороны, это может быть, как будто бы он пытался пофлиртовать, но он настолько не умеет, что он начал опять скатываться в дела. Вот хрен пойми, блин! Что, где? Время с ней. Ну, блин, мы не только с ней проводили время. Правильно мыслишь насчет знаний, да? Да, вот я поэтому предыдущие реплики... Ну, как бы я отчасти отыгрывала еще вот этого, своего, Десарды. Потому что как-то... Мне кажется, она не интересуется сейчас соотношениями. Давай вот все-таки давить дальше, вот как я думаю, на знания, так и давить. Потому что не просто так тут эти пункты, знаешь? Ну, то она прям продолжает мои слова. Уже не первый раз. Репутажечка. Так. Слушай, здесь прям один за другим. Че их так много? Ни с кем так много не было, как с ней разговоров, по-моему, вообще? Так. Ну, давай. М-м-м-м-м. Кто-то с перомом в шляпе? У меня сейчас как у этой гусенички. Мя-м-м-м-м-м. Это такое состояние. Скажи, что вы надеетесь стать частью этого мира. Да этот вид... Да дадут. Принимать разные формы. Ну! Вот. Знание может принимать разные формы. И позы. Вообще, честно говоря, хочется первый вариант. Но вот третий. Я что-то немножечко провтыкала последние ее фразы. Пока вот эти звуки издавала. Поэтому я что-то немножечко вылетела из диалога. Че ответить? Power of sharing. Да-да-да. И как бы принимать разные формы, позы. Я тебе на ушко прошепчу, когда буду что-нибудь. Неважно. Стать частью этого мира. Того мира, который она там хочет сделать или что? Если да, то это очень хороший, мне кажется, вариант. И завис такой, знаешь. Блин, че ответить? Сейчас решается, будет у меня сегодня секс или нет. Че ответить? Сейчас она скажет, что мы хамло, и уйдет. Да-да-да-да-да. Как бы здесь ей было. Всегда приятно, когда ученые учатся понимать, смотреть на мир с точки зрения чувств. Да это не столько чувств, сколько всего остального в играх преимущества. Мне больше всего нравится вариант с миром. То есть, как бы не навязчиво так намекающе. А дальше она пускай делает, че хочет, с этой информацией. Потому что это я не очень понимаю, что она там ей скажет. Вот это, честно говоря, тоже обломывает ярогая как-то. А вот это как-то хорошо звучит. Дай попробуем. Быстро. Так, по-моему, вопрос решен, только что был. Не представляю жизни без вас. Это как-то очень поспешно. Мы два часа назад познакомились с женщинами. Кститесь. Но прикольно. Так, а когда будет сцена с сексом? Так, не еще раз. Сейчас, подожди, я сохранюсь. Ну, надо лампочку включить и шапку с нее снять. Если сейчас какой-нибудь поцелуй будет, надо, надо. Не хочется целовать маску. И свалил. Так, что свалил? Пошел собирать лут. В поисках веточек для древесного кольца там, знаешь. Так, не туда. Сейчас, снять с нее шапку. Надеть какую-нибудь. А, вот, хорошо. Это уже лучше. А что это у нее там красная нога? Подожди. А как это она так завязала? У нее парик, что ли? Как это у нее так получилось, я слышу? Это не похоже на рисунок, если честно. Он слишком яркий. Ну ладно, предположим, что это он. Татуаж. Спасибо, что не бровей. Если вы понимаете, о чем я. Так, шапку ей свою отдать, знаешь. Признательность просто. От всего сердца на шапку. Погоди, мадам Лефлёр. Вот, вот, чувствуете? Вот, арасюга. Не отличает одного чернокожего персонажа от другого. Что я хотела? Фу таким быть, Бор. Фу. Давно не виделись. Не знаю. Какая-то секс. Женщина говорит. Там водопад красивый есть. Я могу тебе под жопу свой плащ постелить ей. В резиденции. Мне тоже кажется, надо в резиденции с ней поговорить. Там и кровать недалеко. Пойдемте попробуем. Так, подожди. Вот, вот, вот. Мы должны сделать сегодня секс. Хотя бы. Хотя бы один. Мы к этому шли 45 часов. Пять часов. Где мои отношения, в конце концов? Что, я стрим просто так? Что я так называла? Так, переместиться. Нам туда. Ну, давай вот в хикмет. Зачем кровать? Можно на шкурке возле камин? Ну, здесь так не работает. Ну, ладно. К сожалению. Так-то я бы с радостью. Подумаешь, что-нибудь заползет. Куда-нибудь. Пока мы будем резвиться на земле. Так, отношения. Сиора, ты не могла бы выйти? Это не для твоих глаз. Надо, кстати, с Петрусом поговорить. Так, Петрус. Все стальные компаньоны стоят у камина и свечки держат. Но в Драгонейдже это не мешало. Слушай, ну у него вообще ничего нового. Хотя, казалось бы, там спросить. Как вы там с моей матерью там познакомились? Почему вы ее вдруг полюбили? Что случилось? О, Боже. Как-то, блин, так мало диалогов. Не знаю. Все то же самое. Не уверена, что я хочу еще раз слушать про Джермина. Пойдем еще раз с этим потреплимся. И комментируй. Не туда. Десар, да. Ну, 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 десар, да. Ну, 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 вот, правой рукой. Правой, правой, правой. Чуть-чуть ниже. Молодец. Так мало что-то. Пунктов с ними напотрепаться. Вообще, вот, по сравнению со всеми остальными, Альфра выглядит как каноничный, честно говоря, какой-то романс. Потому что с ней столько диалогов. Это тряпочка просто. Пойдем на свидание, а? Нет, тут такого нету. Ну, она... Очевидно, она должна переварить происходящее, да? Ну, ладно. О, боже, что это было? Какой рукой куда лазили? Еще никуда. Но это все в будущем. Мы просто фантазируем на тему. Так, ну, пойдемте. Уйдемте. Та-та-ра-та-та-та-та. Ах. Ох, красота. Так, насколько большая эта локация-то? Есть где походить, ладно. О, какая тут мелодия прикольная. Жаль, конечно, вот, звук, как будто бы мы бежим по земле, но при этом без хруста листиков вот этих. Надо подождать немного, но у меня сразу триггерилось. Ну, может быть, оно триггерится после... Нифига, какой поток. После какого-то квеста определенного. Нифига, какая быстрая река. А мы пройдем через нее сейчас? Не, не пройдем. Неудивительно. Я же понимаю, что это не та сторона, куда мне надо, но... Мне кажется, мы здесь можем найти босса. Музыка такая... Так, ну здесь эти марцы, десанты. Ну, здесь вообще как будто бы может быть босс. Давай сохраняемся. У меня так сработало с Куртом и Сёрой. Ну, роман сразу же, да? Ну, может, действительно от квестов зависит. Ай-яй-яй! У-у-у, на грязи. Нормуль. Тихо. Ну, возьми. О, смотри, какое. Красивое. Я как-то в реку такую залез, как снесло. Хорошо ногами в камни уперся, а потом попер еще раз и опять то же самое. Ну. Ты совершил крайне умный поступок. Хорошо, башку об камне не приложился. Так, ну ладно. Что-то боссами не пахнет. Где мои боссы? Где мои отношения? Не боссов, не отношения? Ой. Безобразие. Здесь ничего нет. О, господи, что это было? Не надо так. Давай, кстати, вот в чем. Фонарик. Единственное, что я хочу, наверное... Поменять Курта. Знаешь, я хожу как... Можно всех посмотреть? Хожу, так и выбираю. Как этот Куска, Император. Ню, ню. А глянь, знаешь, вот это вот. Вместо Курта возьму, наверное, петрушку. Где отношения с боссами? Ну, сейчас у них со мной будут отношения, когда они найдут меня и начнут меня вот это вот оформлять. Курту лучше оставь. Ну, вот я его оставила. Как раз. Квест на ремесло? Это в плане... А, в смысле оставить с собой? Блин. Ну, ладно. Так, уж и быть. Эх, вот были у меня мои перчатки на ремесло, пока я их случайно не продала. Вот сейчас бы вообще никакой курт не нужен был. Где моя эта самая? Сейчас, где я? У нее приперлась какое-то. Какого хрена? Да подожди. Не туда, подожди. Можно пока, кстати, вообще, в принципе, женщину, пускай она там думает о вечном, женщину оставить. Взять курта и этого петрушку. Взять курта и этого, петрушку. Вот так вот. Тем более, мы с ним действительно давно не ходили. Мы вообще довольно давно не ходили партией я, Курт и Васька. И Сиора, честно говоря, тоже давно не было. Может, реально возьмем Сиору и Курта? Или Ваську? Кого-нибудь из них. Давай петрушку мы уберем, Сиору возьмем. Ваську, наверное. Васька поболтливее будет. А в деревнях разве не надо местную женщину? Ну вот, поменяли как раз на всякий случай. Ну просто она не всегда помогает, если честно. Помню, была как-то на стриме, когда обнаружила пропажу перчаток, а потом включила запись в предыдущем ютубе, а там... Так, перчатки можно пока с ней, главное их не продать. Да, вот в том-то и дело. Вот я так... Я потом за кадром, когда чистила этот самый... Щелк, 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 и знаешь, и все. И продала, блин. Я как жопу чуяла, не надо их снимать. Потому что потом, по случайности, обязательно их продам. И так и получилось. Так, что-то они тут по бочке мне раздают, я смотрю, да? Возьми курт, берет лазьку. Я че-то да, я сижу и думаю об этом. Я на полпути передумала. Хорошо, хорошо. Ну ладно, я пока отвалю. Не будем настаивать. Я че-то пока бежала, когда уже подошла, она же забыла, для чего вообще я подбежала. И зачем мне курт? И я такая, о, Васька. Ну ладно. Сейчас главное хотя бы получить это задание. Забоевать доверие. Кдахтес. Кдахтес? Ты в одной из самых святых городов нашей страны. Рынаиксы здесь не привыкли. И мы готовы, готовы для велосипеда. Может быть, я могу тебе помочь? Помочь нам? Почему нет, после всего? Это будет хорошо говорить о твоих intentions. В велосипеде, мы поставили бельки на землю, чтобы оставить животных. В последний хунт, у нас была огромная стрельба, и бельки были плохо уничтожены. Ты бы хотел, чтобы я реперировалась? Это будет хорошо. Если нет, мы должны сделать новые. И я боюсь, что мы не будем иметь время. Хорошо, сейчас пойдем по меня. Уже вон выясняется то, что... Еще и конкретно с этой... Я уже забыла, честно говоря, что эта женщина наша хотела... Конкретно с этой целительницей... А, она с этой хотела целительницей постричаться? Я уже ни хрена не помню, я уже отрубаюсь, по-моему. Все-таки здесь очень много диалогов, и на пятом часу ты немножечко такой... На шестом, точнее, уже почти на седьмом. Ты так... Может, что-то как немножко и устаешь. Уже не слушаешь, что они говорят. Так, ладно, давай Курт и Альфа. Все, после этой игры не появляется стронный акцент. Я вне стримов преимущественно молчу. Так что нет. Так, что-то где там ценить. Ценить, чего тенить. Там было несколько точек, куда они подевались. Повторите, пожалуйста, просьбу. Я в процессе. Подожди, где? Где холохольчики? Холохольчики! Так, вот, как-то можно их отметить, чтобы... А, вот они. Господи, они хрена недалеко. Ну ладно, пойдем. Что-то я думала, они где-то рядышком. Возьми еще... А, да боженька! Дайте мне хоть что-нибудь делать. Мне надо у этой настоять, что ли, на нее? Я надо сказать, ну ладно, раз уж ты настаиваешь на те квест, вот так будет, да? Я хотела, как культурный человек, не настаивать. И у шамана возьми. И у шамана возьми. И хлеба купи! Вообще, фраза и у шамана возьми звучит как неправильно. Йора, ты меня прокляла просто. Я, кстати, вспомнила, что Йору-то нет. Она же не приходит на стримы по Гридфоллу, потому что она два стрима пропустила. И такая, ну я не буду приходить, я их еще не посмотрела. И не смотрит их при этом. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я извиняюсь, но я не скажу ей, что я не скажу. У твоего рода есть многие, которые бендят правила к их желаниям. Некоторые пытались убежать ее. Ты должен показать нам, что мы можем верить. Конечно. Скажи мне, что я могу сделать. Ты можешь помочь мне найти секретную саду, которую я потеряла? Это может показать немного. Это секретная саду, которую моя мистерская попросила мне изучать и медитировать. Она была с нами, когда я была в воде. Когда я была в воде. Она снесла этим течением. Она снесла этим течением. Переспросить. Музыка, который... Такой странный звук, который появляется. Он очень сильно напоминает... Девай. Он очень сильно напоминает звук в самом начале. Ну, то есть мелодию. В самом начале Watch Dogs 2. Там что-то такое было и ты ходишь и свой первый квас делаешь. Мимо? Мимо. Нет, не он. Ведь. Вот это чувак. Эй, ты, чужак, я тебе не доверяю! Мне пущу данный гад. Найди печать, чтоб меня данный гад не наказало. Хех. Да. Сел и ноги свесил. Борс пока начнет. А что, вы уже с рыцарем закончили, что ли? Или ты перебежчик, Вайточ? Что вы там, что вы там делаете? Что у вас, что у вас? Ох, нифига, сколько всего подобрать можно. Ты, ты че тут? Ой, простите. Какой капушон! Ассасин! Капюшон, подними! Я был вновь огромный гаджер. Но... ...каком, почему они присылали злого гаджера для гаджера? Никто не знает. Вразумить. Ну вообще-то неплохо бы вразумить. А можно и вразумить, и предложить помощь? Или это два варианта? Потому что если я предложу помощь, он в следующий раз до врачина опять отправится, не скажет никому ничего. А можно как-то вразумить, но при этом не хамить? Вот непонятно! Ну давай. А вот интересно, если бы Сиора была рядом. Она бы подсказала, наверное, да? Что здесь, здесь рядом музыка играет? А теперь вразумить можно? А, у меня все есть, да? А, у меня все есть. Окей. Как удобно. Почему? А будет лучше, если тебя сожрут, да? Пока ты будешь собирать траву. В следующий раз, вот кто тебе поможет. Надо было вразумить, наверное. Ну, блин, там хрен его пойми, будет он хамить или что делать? Скажет, ты старый дебил. Кто же знает-то. Ну, почему-то не было этого класса. Хм. Ранайкс, это вообще как тхой, не? Ну, что-то вроде, мне кажется, да. Олень! Из будущего. Так, ну тут я не переползу. Не перелечу ничего. Пойдем вниз, чушь. Тхой. 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 Ранайкс, это почти как шерн. Ну, мне кажется, это одного поля ягода все. Но мне все-таки кажется, что... Ранайкс, это, наверное, все-таки ближе к тхойне, в какой-то степени. С учетом того, что они вкладывают. Потому что шемлины, это все-таки такое... Практически оскорбление. Тхойны, в принципе, тоже не лучше. Ну, короче, это все одного поля ягоды. Весь вечер тут одна сижу. Те что, скучно, что ли? Что, в чем проблема? Ну-ка, ну-ка, проверьте Ангорта сидит у Никича, да? Да, да? Запалите ее. Запалите ее жопу, чтоб потом... Надрать ей уши можно было. Так, где эти колокольчики? Вон они. Так, подожди. Как я сюда попала-то, е-мое? Как-то оно... Как-то оно вот... Э-э! Как подняться-то туда? В смысле? Че, прямо походить? Там-то я не перейду, да? Господи, а че так сложно? Сраные колокольчики. Да, она там... Плюнь ей в ухо. Скажи, что мы ее вспоминаем в Сим-чатам последние шесть часов. Максимально добрыми словами. Ооо, там что-то ходит, что-то ходит, что-то ходит. Это что такое? Это босс? Или это... Что это? Это веточка. Что такое? А, это выход из ревьё. Господи. Соседнего канала послушался громкий... Не знаю. Это босс, это мопа, это человек. Нет, это корряга. Да, за пределом причём локации. Да, господи, как спуститься-то туда. Чё так сложно? Можно как-то это самое? Да, да, господи, что ты делаешь-то? Мой мужик, по-моему, поломался вместе со мной. Вот тут, как туда попасть? Невозможно изобраться. Безобразие. У меня нет Васьки с собой, блин, с его энергичностью. Мочи! Мочи! Да вообще, я ошибалась, Лене! Любовь, да, гроба? Сюда в любом случае нельзя, когда кружочек, в принципе, нельзя подняться. Ну, да, я тоже об этом поняла, но с прошлого раза такая же фигня была. Да, там обычно пишут, если чё-то не хватает. О, ну, хоть посветлело, хоть чё-то видно стало. Так, где колокольчики? Я хочу, да. Так, а что с остальными? Как неудобно всё сделано, ё-моё. Прям вот все потрогать надо будет, да? Я надеюсь, там где-нибудь будет? Ну, по-моему, не будет, да? Ну, да. Так, подождите. О, а где? И костра рядом нет. Это, прикинь, вот здесь всё потрогать, потом бежать назад. Скрафтить, потом бежать сюда-обратно. О-о-о! Так, не ещё раз. А он прям на ходу это сделает? Я просто думала, нужно сперва к костру. Собрать штучку, потом прибежать, вставить. Думаю, чё за фигня. А чё, сразу починить не ебало, что ли? А, вот, починить первую руку. Ой, ну, слава богу. Оно просто так наверху, это... Ну, так высоко, это написано, что я её не заметила. Я думала, блин, сейчас бежать к костру. Крафтить, как раньше было. Там, знаешь, гвозди, вот это вот всё. Уедеть. Как-то раньше лучше было. Зачем сейчас такие сложности? А тут всё не так плохо. Чё-то, я чувствую, мы сегодня до сюжета толку мы не доберёмся. Мы такими темпами. Что-то, блин, колокольчики починить, то бубенцы погладить там. Не знаю, священные коровья какой-нибудь. Мои колокольчики не звенят, курт, сделай что-нибудь. Починить ветер. Тут такой гемор будет только в одном месте. Сиора, когда долго-долго идёшь в пещере, приходишь туда, Сиора такая... Ой! Мне надо мать скрафтить, пошли обратно. Твою мать. Предвкушаю. Надо сохраниться. Так, а тут чё? Какой-нибудь сундук заныканный, нет? А если найду? Ну чё-то нет. Напоминает мне, как я изучала локации в Секера. Там, где... Как сказать-то, господи. На пути к бате, короче. В лесах там. Интересно, вкратце. Так, чё, подожди, сперва вот этот. Где ты? Ну? Дай тебе босса. Блин, не то. Женщик, кстись! Да, нажала же вас. Хочу научиться всё-таки уворачиваться здесь как-то по-культурному. Я, кстати, всё ещё забываю пинать врагов. Мне кажется, я никогда так и не запомню, что я могу это делать. Секер на канале не проходился? Не. И слава богу, если честно, потому что эта игра высосала из меня душу. То, что от неё осталось. Так, не поняла. Где? Где ты есть? Идите. Как наушники. Так, ну вот тут только вот это бы хотелось подобрать как-то. Ну, это прям так. Такой круг вам надо навертеть будет, да? Здесь наверняка будет костёр. Ну, кстати, здесь даже и помечено. А какой смысл тогда? Ты ставишь знак вопроса, но при этом это лагерь. И ты это решаешь, идти к этому знаку вопроса или нет. Но лагерь, конечно, в любом случае надо открывать. Телепорты никто не отменял. Можно здесь как-то спрыгнуть от куда-нибудь? Ай! Ну, о, хорошо. Пойдём так. А потом, собственно, от этого костра и побежим. Телепортом. Так, а какой там следующий квест? Вот тут что-то, да? Так, я вижу оленя. Да эти боссы! На каждой локации кто-то дотусует. Вопрос. Где босс этой локации? Ну, ладно, не на каждой локации. Но их в любом случае давно не было. Где мои боссы? Нет сервисной службы по обслуживанию колокольчиков. У них ещё не засорялось случайно? Так, тут я не заберусь. А, хотя нет, подожди, я же энергично взяла. Может, я заберусь? Ух! Заберусь! Нет, не заберусь. Подожди. Сколько? У меня же второй, получается, уровень, да, там? Угу. Один я взяла, один мне даёт эта штучка. Шмотка. Ааа, чёрт! И вот именно вот... Ааа, серьёзно? А в обход никак? Босс этой локации левел дизайн. Ну, не без этого, конечно. Так, а там чё? Атуда мы пришли? Ну, давай хоть кто-нибудь, какая-нибудь рогатая. Хреновина. Я даже согласна на ядовитую. Ладно, я пошутила. Точно сюжетное место какое-то. Тем более нужно открыть этот костёр, чтобы быстрее выжать было к нему. Давай. Пока не потемнело. Можно, кстати, ещё до утра посидеть, лечь спать до рассвета. О, вот ещё стемнеть начнёт. Опять ни хрена не увижу. Так. Кстати. Просто, может быть, ту мазь можно как-то купить. Своевременно. Кто знает. Ах, это же я тебе... Это же было телеб. Телеб надо было сделать. Чёрт. Забыли. Здесь точно нет ничего такого. Хммммм. Нет, это, по-моему, эта дорожка, по которой мы бежали, да? Эх! Хоррин с ним, ладно. Смола. Да, конья кровь. Ну, это... Это вроде одна из смол, да? Вот этих. Её можно купить где-то в Хикмете вроде, но я не знаю, доступно ли это до квеста. Вообще частенько доступно. То есть, вот гвозди были доступны, бренди всякие были доступны. Нужно потом попробовать. Чтоб в случае чего потом не наяривать назад. Так. Переместиться. Вот сюда. Да. А вот теперь отсюда. Вот сюда. Так, немножечко правое. Вперёд. Вангорта побежала. На стрим, Никича. Так, молоденько. А я что-то протыкала. Я что-то понасвер... Что я сюда бежала вообще? Для чего? Что-то собрать надо было тут, да? Я уже бежу. Бежу на автопилоте. Так, вот сюда мы, кстати, не ходили. Они, по-моему, не помню, по крайней мере. Или ходили, но я забыла. Хотя это странно. Че это забрать? А, ну да, ну да. Я уже просто... Вижу кнопочку, бегу. Уже все, надо заканчивать. Сейчас сдадим этот квест. Я думаю, будем закругляться. В эту игру опасно долго играть, потому что вообще под конец стрима ничего не соображаешь. Я час назад перестала что-то соображать. Так, ну возьми. Возьми. Мне кажется, для этой игры, с учетом диалогов, которые чуть-чуть все-таки придавливают тебя к земле, пять часов, пять с половиной, вот это самое оно. Дальше не стоит. Дальше уже так... Немножечко что-то прям... С другой стороны, если какая-то дикая движуха интересная прям мега-мега, то, конечно, сложно оторваться. Начинаешь уже в ущерб своему здоровью играть. Но так, в принципе, 5,5 часов это вот самое оно. Да-да-на-яга, дайди. Ну вот сейчас мы сдадим вот этот квест. С вот этой целительницей, кто она там. Рейф будем заканчивать. Вот да, вот дошел ли он? Блин, он сдохнет когда-нибудь. Кто-то, чтобы помогать ему на своих шагахах. Будьте здоровы, Гринблод. Как годы получают землю, праздник обычно все, что человек позволяет держать. Я благодарю, Ренайкси. Те действия выглядят как красивые, как твои слова. Ты приедешь здесь. И я надеюсь, что ты найдешь тьерна хах-кадахтас. Зачем ты солгала? Но он попросил. Раз уж я решила прям до конца идти, не стала его вразумлять, решила помочь, согласилась вроде как бы ничего не говорить. То как-то... Ну... Да, мне нравится, что ГГ попросил помощника выдать. То есть как бы не наврал, но при этом как бы и подсобил. Очень нравится поведение ГГ, серьезно. Очень часто в каких-то других РПГшках, вообще в любых играх, где есть хоть какой-то выбор, ты его делаешь либо так, либо эдак. И он, если где-то кому-то помогает, там лжет или еще что-нибудь, ну как бы так это и оставляет. А здесь вроде как бы и оставил так, но при этом что-то где-то пустил. Червячка сомнения. Ну и, блин, это классно. По сути, ГГ постоянно озвучивает твои мысли. Этого очень часто не хватает. То есть, вот был бы ты на его месте, ты бы согласился не выдавать какую-нибудь тайну, но при этом постарался бы все равно помочь, потому что видишь, что ситуация такая себе, он точно помрет. И твой персонаж, фактически, он нигде не озвучивал мысли, то что, блин, ну он же помрет. Етить. Он же помрет, если он будет продолжать ходить в этот проклятый лес, если он никому не скажет, что у него там глаза не видят, уже нифига. Он же помрет. Ты это думаешь. А потом персонаж, который ни разу об этом не говорил, он продолжает твои мысли путем высказывания, мнения о том, что неплохо бы ему нам помощника выдать. Вот это офигенно в местных диалогах и в частности в поведении персонажа. И это просто космос. Так, где там? Ты? Ты же был, да, у нас? Отдай спять, Ати. Я нашел твою сила. Это было, действительно, near the river. Мой сердце, спасибо. Мой сердце. Ты ренекси, как ни одного. Адактас? Адактас? Дипломатия, да, с? Угу. Так, ну ладно. А, может взять с собой не курт, а кого-то еще? Правда, тут особо менять-то негде. До костра что-то далековато бежать. Это лагерь? Нет. Ну ладно. Блин, я бы поменялась сейчас. Курт, мне кажется, здесь не впишется. Хотя он про старика вот прокомментировал что-то. Это очень неплохо. Ну какие красивые локации. Рукотворные практически. А не программатворные. Так, а там что такое? Что это за камешки? Были? Я помню уже ни хрена. Мне как раз не хватало возможности отыграть иначе, потому что ГГ всегда гнет свою линию. Но у него четко достаточно прописанный характер, ты можешь у него небольшие отхождения от него делать. Это как в случае с тем же Геральтом. То есть окончательно ублюдка, и ты из него не сделаешь. У него всегда есть какая-то своя точка зрения. Хорошо, что у него есть характер, но иногда вне диалоги тут чрезчур морал фажный. Ну, не знаю. А мне нравится, как оно есть. Ге-то уже спокойно. ГГ приятный. Мирный чувак, который не хочет ни войны, ни насилия, ни кровопролития. Сочувствующий. Деликатно подходящий к каким-то вопросам. Клёвый, короче. Клёвый, короче. В общем, он мне нравится. Ух ты, Господи. Так, ааа, черт. Давай. Хотела остановиться и сходить в другую сторону. Ля какая. Ля какая. Я именемесаря, представитель моей страны. Я пришел к вам поговорить о том, что я говорю. О чем вы говорите? Вы не показываете знаки болезни. Я не. Но на нашем стране много людей умерли от ужасного плаща. Мы назвали болезни, что Малакор. И ни одного из наших докторских способов ухудшить никого. Мы слышали от ваших людей о том, что это так мощное, что это может ухудшить почти все. Ничего. Вы бы... Вы должны поделиться с нами. Малакор. Малакор. Вы приходите сюда, в моем доме, и вы предупреждаете меня, чтобы помогать вам. АРОГАНС. РНОИКСИ. Пожалуйста, извините нас. Я прошу вас. Мы видели так много людей умерли от этой affлитации. Эта чудеса свобода, которую мы слышали о том, что вы можете поделиться с нами? Вы или нет, вы или нет, вы или нет, вы или нет, вы или нет. Немного этого не имеет смысла. Это баба все испортила, да? Или она сама по себе такая? Вы должны, блять. Что значит должна? Серьезно? Упс. Плохая идея как-то. Нифига себе, мы помогли ее племени там вот это. Мне тоже показалось, что в этой кат-сцене неплохо было бы иметь при себе Сиору. Я говорю Курт. Курт здесь не очень. Но мне кажется, что-то как-то не сильно настроено, да, помогать. Почему мы не сказали то, что мы только что помогли ее племени? Блин, вот это... Мы ее убили, что ли? Или мы убили только ее зверей? Не, мы вроде только зверей убили, да? Альфра, вот она очень напористая. Вот она вот... Типа, вы должны. Блин, что значит должно? Пришла реально к ней домой и говорит, вы должны. Вот нет в ней дипломатической жилки, вот единственное, но... Впрочем, я не могу сказать, что у Сиоры она есть. Вспомните ее момент с этими стентаклями древесными? Там тоже хватало, там даже пожестче было. Так, куда он там побежал-то у вас? Так, можно взять. У Сиоры с этим самым еще хуже все. Так, ага. Промеж корни пойдем. Ох, здесь что-то даже плохо все. Валяется там, спит в своем дурацком лесу, ничего не делает, пока за нее все делают. У нее там племя. То одно поломалось, то другое. Ничего, ничего не помогает. Я тут при... Что за фигня? Я пришла, помогла. Смиренно попросила помощи. Мало того, что послала меня, так еще и зверями травила, чтобы грохнуть меня. У-у-у-у. Тьфу, блин, просто на нее. Противная баба. Что? Вот. Так, она явно убежала туда. Здесь ничего нет, никакого прохода. Нет. Но хранится ли на сознании? Колокольчики чинят? Нет, нет. Так, блин, это не значит, что она может на жопе ровно сидеть и хранить знания. Все, что-то вылезет на меня. Эх, маловато. Ракурс. Ракурс, господи. Радиус. Единяться с природой. Ну, не настолько же, чтобы спать целыми днями, нифига не делать. Ну, я стебу, если что. Я уже так, знаешь, с позиции современного человека. О, сейчас опять загадки решать. Может, руку порежем, у этого хватит? Поклади туда. Может, прокатит, блин. Именно, что поклади. Вот именно этим словом это нужно описать. А что он туда квалит? Господи, я уже не помню. Так. Там, в другом месте, они проревали кровь. Что вот сюда класть ехазы? У меня ничего с собой нет. Плюнь туда, прокатит, может. Он же не может сообразить сам, да? То есть мне чего-то не хватает? Мозгов? Ну, может быть, та самая печать, которую... Или что там? Что там мне надо положить? Семена? А, кстати, семена. Да, что-то было такое. А у меня их нет. А где я их возьму? Я умная. Я, да. Я молодец. Шаману может. Ну, я не думаю, что они... Где дверь пощупать или сходить в племя? Которым... Прямо они продадут мне эти семена в обстраке? А что, если я пощупать дверь, они откроются? Это не очевидно, что можно подойти и будет катсцена. Высказать предположение? Ну, вот, он уже намекает на Онгас. Блин, ну то, что можно подойти к двери... Просто предыдущие двери, когда мы к ним подходили, вообще никакого эффекта, я помню, не было. Ну, у большинства дверей. Меня что-то забило на это дело. Она меня убила почти. И натравила своих собак на меня. Или ты объясняешь, или я забираю печать. Если вы найдете помощь, мы должны все следить ее к земле. Но Тианахак Кадактас может помочь. Мы уверены, что она знает. Она будет знать о помощи, способом защищать эту болезненную боль. Это плага у нас. а потом придем в деревню с трупом на руках а а а а а а а а а Одну? Одну, да? Суицидник Так, подожди, где там ее дом? Хотя, что-то мне показалось, впереди там блестечко. Так. Да господи, боже мой! Он около ее дома и стоит, что ли? Ну да. Все, короче, пора заканчивать, боже. Нифига, сколько у них тут. Экстримный, давай посмотри. Ограпь ее за то, что он натравил у нас своих собак. Ой! Страшно поводит, конечно. Так, тут у нас ничего. Ограпь. Может, Сиору призвать? Съемки, убери Как бы все намекает, да! Короче, бежали к первому же костру, поменяем Курта на Сеуру Надо было раньше это сделать, когда я в этом первый раз подумала Эх, ну ладно! Сюра постоянно прерывает альфа в попытках что-то изучить Да-а-а, прикольно! Понимаешь, он мяу! Потом будет вот такое вот А там шерсть полетит На все стороны Так, собрать всех давай. Хьори, нам очень нужна твоя помощь. Мы преклоняемся перед твоими знаниями. Помоги! Правда, сейчас уже поздняк метаться, но... Так они бегут за мной или опять встрели? Они встрели, да? Не, бегут. Вот так вот сделаем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Развернись ради. Позже логики, побольше веры. Возьмем на прозапас. Без дна, но неважно. Не делай, не трогай, не думай. Так, не-не-не. Мы очень спешим. В тупик, очевидно, да? Господи, там проход-то был. Внизу. Я застряла! Я застряла дважды! А запись Сиорова не прочитает? А-а-а-а! А-а-а! Там не было же второй возможности изучить. То есть блестючка-то пропала. Так, направо. Очень, конечно, не хватает мини-карты. Приходится постоянно большую карту открывать. Чувствуется дебилом просто. Который не может сориентироваться в трех соснах. Она все равно их не читает, если я правильно помню. Типа, секретные знания не я. А-а-а! Мне кажется, вот реально вторые пилдоржцы после этой игры вполне бы могли неплохо зайти. По сути, там тоже треуголки, что-то кораблик, острова, романы. А-а-а! Мне грустно, потому что я запутала в задании. Вот в этом? Не, а-а-а! Ну так ты стрим выключи! Концентрэйшн! Полностью направь, глядишь, что-нибудь получится. Ой, прям загрузка. Та это не стрим, ну как скажешь. Так, ой, пещеры прям как в конце DLC. Бладборна, ё-моё! О, монетка! Мы не собираемся ничего не торгать. Ой, а что это такое? Наст... Просто. Мы не собираемся ничего трогать, никого убивать. Ничего не будем делать. Оф! Кажется, что уцелительница там писала какие-нибудь фанфики, а Sierra просто пыталась съехать. Решила не палить и ещё жить вообще-то с этими людьми. Так, ладно. Собрали, пошли. Надо было около костерка там сварганить какие-нибудь ловушечки, а то они у меня заканчиваются. Чё это висит такое в воздухе? А-а-а-а! Скопим! И чё стоим с мушкетом со своим? Не хочет, смотри, не хочет скотины тратить боезапас свой. Хитрая баба. Жёны надо её брать. Так, там чё-то есть, а тут чё? А это чё за выход-то такой? А? А чё это такое? А чё это такое? Подожди. Обходной путь? Да чё это не похоже. Ты так легко мушку убиваешь, они меня кошмарили всю игру. Они меня тоже кошмарили. Потом я начала их отстреливать. Просто. Я их ненавижу. Ой. Вот ты! Не туда! Ааа! Где я? А лечение будет происходить, нет? Ааа! Где я? Господи. Ну смотри, кстати, за счёт энергичности, смотри, как быстренько поднимается здоровьишко. Хотя, казалось бы, она у нас чуть-чуть совсем прокачана. У нас, правда, второй уровень не за счёт шмотки, но... Прям приятненько. Ой, накаркала. Да не, сейчас, в принципе, нормально было. Просто узкое пространство, мне очень удобно. И я что-то в кормку запуталась. Я постоянно забываю, как делать ульту, потому что я настолько редко её делаю. Окей. Чё-то мы каким-то... Очень странным путём идём. Но, впрочем, ладно. Жалко, она не все дотом не оформляет. Вроде бы. Или оформляет, не поняла. Вроде меня-то отравили, но она что-то там скастовала и вроде всё окей стало. Может, напоследок попробуем Альфе подойти в резиденцию? Ну, попробуем, да, я думаю. Если получится красиво максимально завершить стрим... На секосе. Слушай, туда можно пройти. Это какие-то глубинные трупы поперли, слушай. Любопытство не даёт мне пойти по сюжету? Чё? Чё-чё-чё-чё? А, это отражение. В магической хилке есть антидот. А, встроенный, да? Класс. Оооо, красиво! Мы не будем ничего трогать, но мы стеснем. Большой серп. Это вряд ли для меня, да? Что за серп? Ни хрена коса из Гладборна? Двуручные. Блин, с косой я бы походила. Черт, почему все самое интересное оружие двуручное? Безобразие. Просто безобразие. Я считаю это неправильно. Сюда не забредало. Ты не изучила полностью локацию прежде, чем пойти по сюжету? Что ты за человек такой? Как можно? Ты можешь скинуть себе очки и прокачаться в двуручные. Ну, кстати, да. Ну, в принципе, по-моему, проще просто дальше вместо магии качаться в двуручку, да и все. Что там сбрасывать-то? Здесь, в принципе, довольно быстро капают ловулы. То есть, по сути, у нас что там? Вот она, двуручка. Правда, это не сила вроде как, это же отдельно идет. Сила-то она как бы вот здесь. Вот что, как бы, не очень. Это, да, здесь придется сбрасывать. Но, честно говоря, я прям не знаю, я не очень хочу, наверное. Просто двуручку подразумевает отсутствие огнестрела, да? А мне огнестрел очень нужен. Я без него не могу. Так что придется обойтись. Какие, блин, нифига себе пути сложные. Причем, смотри. Вот мы сейчас пойдем куда-то туда, и либо мы вот здесь где-то выйдем, либо это только вот отсюда. Прямо не совсем понятно. Подожди. Это вот куда я иду? Ну да. Ну, ну ладно. Ну, ну хватит. Вас уже никто не бьет, угомонитесь. Ох, локации, конечно. Их бы еще в графон затолкать прям максимально крутой. Блин, слушай, и туда, и сюда. Да, речь о том, что надо сбросить что-то в силу. Очков у меня не хватит. А перки капают редко, да? Вообще-то. Ну, мне кажется, все равно не стоит. Огнестрел очень сильно помогает против таких врагов, потому что, видишь, у него куча брони. Вручную ковырять я его буду очень долго. А так издалека поднасрать. Просто без ловкости. Я не вырулю. Врукопашки. Если только через силу с двуручником, но это отказывается от огнестрела. Я не хочу этого делать. Так. Что-то вот-вот-вот прям сзади, да? Что это такое? О, здравствуйте. Еще одна. Давай какую-нибудь тернорушку. Классную. Записька от солдата из экспедиции Серафидина, кстати, говорит. Берегитесь, магия чудища, которая здесь обитает сильнее магии островитен. Старайтесь не попасть под удары. Если увидите знаки на земле, бегите. Ой, я предвкушаю, да. Хорошую подсказку принесу. Через силу и меткость. Ну, просто когда у него двуручка в руке, некуда уже, все, во второй руке нет уже огнестрела. То есть, это как-то меняется. Я не знаю, насколько это вообще удобно и реально. Черт его знает. Теоретически, как бы, да, сила и это, но как оно практически будет работать. То есть, огнестрел будет как второе оружие. Вот здесь, например, если смотреть. Вот видишь, вот это уберется, например, будет одна штучка. Я буду как бы менять. То есть, пустая рука с мушкетом и, соответственно, в двух руках во втором варианте двуручка какая-нибудь. Ну, это надо сбрасывать, смотреть, как-то практиковаться на врагах. А можно как-то сбросить вот только перки, вот эти характеристики, вернее, но без сброса непосредственно навыков. Сбросить навыки, сбросить навыки. Здесь прям все, по-моему, сбрасывается, да? Просто хотя бы протестировать это дело. Для огнестрела нужна, по-моему, только точность. Вот оно. Потому что это только физически. Ну, хотя хрен его знает. Здесь же тоже физический урон насилия должен быть, правильно? Оглушение, пробивание брони. В какой-то степени, кстати, огнестрела, если... А, нет, холодным только. Но в любом случае... Непонятно, как это на деле будет осуществляться все. То есть придется их менять. Потому что у меня, по сути, всегда ковырялка моя вот эта вот одна. Я могу ее менять на другую. Не то делаю. Не помню, кстати, как это делаю. РБ. Вот, я могу ее менять на другую, но это бессмысленно особо. То есть он будет менять между бурочкой и огнестрелом? Или как-то будет работать? Хрен же ж его знает, жаж. Отлично, мы еще и местных начинаем убивать. Классно. После этого она точно захочет нас слушать, да? Ну ладно, давайте откровенно. До сарды с косой все-таки как-то немножечко не канон. Как по мне. Все-таки какая-нибудь рапирка ему идет больше намного. Но чисто посмотреть на косу, это было бы очень интересно. Слушай, ну здесь как будто бы открылось, потому что мы тут бегали. Ну идти проверять что там, я думаю, не стоит. Единственное, вот этот закуточек. Вот этот вот. Нет, подожди, вот этот. Мы там тусовали? Что это такое? А, это вот он, да, считается? Окей. Ну да. Нет, ну да. Хорошо, ладно. Пойдем. Навыки скидывайте сразу. Ну, как-то да, было бы странно, если бы они отдельно скидывались. Так, я правильно иду вообще? Куда иду? Давай чуть-чуть. Далеко она живет. Все потрачу. Пока-то не иду. Пока-то не иду. Да в кого ты там лупишь-то, господи? Кто-то в стене, да? Класс. Драть патрон, отдых мне. Так, ну ладно. Ну, практически, практически. Пришли. Интересно, костерок дадут в конце? Что-то уснул, остался только я, да, походу. Все пропустят секс. С Альфрой. Когда мы до него дойдем. Я не усну, летают. Ну ладно, нас четверо, хорошо. Ну, считай меня пятеро, окей. О, шестеро, смотри. Просыпаются, просыпаются. Семеро, отлично. У тебя огненный меч, женщина, успокойся. И у тебя есть я. Это прям продолжение вот этой лотной цели. Просто надо было потыкать. Очевидно... ...определенным окончанием. Потому что люди пробудились после слова секс. У тебя есть я и мой огненный меч. Ну, если бы мой... Так, что-то я уперлась куда-то. Рогом. Своим невыросшим. Как спуститься-то отсюда, господи. Будет прикольно, если в конце игры у нас реально рога проклюнутся. Знаешь, такие маленькие, как у этого у Капитошки из Нинакуни. Вот эти маленькие рожочки такие. Что-то спим дальше, это ловушка. Хе-хе-хе-хе-хе. Слабаки. Пол второго всего, камон. Будний день, конечно, но не важно. О, костерок хорош. Сейчас накрафтим что-нибудь. Так. Парализующая ловушка. Тут у них осталось что-то. Сгуркин нос. Так, тихо, перебор. Эх, вот почему вот магические, стихийные, парализующие жрут одно и то же? Ну ладно. Ну да. А ядовитые как-то вот... Ах, ну нет. Подожди. Гентарь. Сыроежка. Ну ладно, нет. Это уже... Ну почему всего так мало? Так. Что хотелось? Зелитуманом нужно пополнить запас. Можно еще даже побольше. Никогда не знаешь, когда закончится. Зелемощи. Которые я все равно не жару. Я сегодня проснулась в темноте. Думаю, ой, еще ночь. Потом поняла, что шесть вечера просто. Ой. Это, конечно, да, подстава. Особенно вот я помню вот эти моменты, когда в школу просыпаешься зимой. Когда на работу просыпаешься еще не так. Это вот когда в школу... Ты просто... Ну, хотя нет, вру. С работой то же самое было. Всегда, по-моему. Просыпаешься темно и ты думаешь... Господи, хоть бы три часа ночи. Или два. Ну, только не шесть утра. Или не семь, знаешь. И через полчаса этот будильник зазвенит. Боль, конечно. Так, обычной зелий. Лечение где-нибудь можно... Может уже на это самое, на сильное пересесть? Хотя вроде не всегда нужно. Обычной зелий у меня еще вон. Вольность кока. Эх. Так, ну ладно. Я думаю, мне дают тут... А это что такое? Как туда попасть? А чуть такое. Причем здесь прохода как будто бы нет. Это вот здесь, наверное, да? Где-то что-то. А где-то что-то здесь. Знать не точно. Вот сюда вот. Наверняка это как-то связано будет, да? Хотя нет, что-то далековато. Что-то непонятно. Непонятно ничего. Сложно. Сложно. Пойдем мочить босса. Ну или умирать от него. Сохранись. Ну ясен. Пень. Господи, кто? О, слушай. Ну это прям как в самом первом трейлере. О, слушай. Ну это прям как в самом первом трейлере. по игре. Ну только переделанный под игру, под сюжет. и плюс-это. И. Идет. И. И. Ну ладно, мы же это самое. нафига на него быстро с него вернее быстро спадает эта штука лечитесь женщины я боюсь сидря в близь подходить близь господи вы поняли тихо замедление еще одно я так и знала что очень много снимет лечись лечись ради бомба есть после этого на она нам точно поможет мы не хотели эту борьбу да ее мое отличный период а вот мы не то экзамен на дай сектор если вы дана а гриш гайдинг аз и рекли ту ой что критер конкурс медиа и 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 Она ведет церковь этого острова. Она знает, как они превращаются, и от того, как их силы идут. Наши специалисты считают, что это решение находится там, в их псевдомагике и в их мутации. Большое спасибо за привозить ее к нам, и уничтожить нас из этого монстра. Вы думаете, что я позволяю вас манимировать меня? Я не думаю ничего. Продолжение следует... Да-да-да, конечно. Губу закатай, скотина какая-то! Видишь, как запел? Это конспирация для меня. Ты не удерживаешь ничего меньше, чем смерть. Я не пойду без борьбы. Ну давай, подерись, подерись. Ты живая?! Скажи, что ты живая! Так, сохранится сейчас. Может какие-нибудь страшные выборы. Вряд ли, но мало ли. Так, не, подожди, сперва залутаться, если мне телепу после диалога. Многие это сделали. Да и в жопу его такого. Хотя, мне кажется, если в этой ситуации внезапно проявить самообладание и пощадить его, возможно, какой-то мега-плюхан с этого упадет. Но че-то как-то в жопу этот плюхан, честно говоря. Ты живая? Подожди, сейчас залутаемся. Ну а че? А вдруг якорей не нужны для лечения? Нормально. Справится немедленно. Видишь, не зря залутались. Не прервали диалог. Ой, она умирает! Ну, пускай подождет. А так и не скажешь. Слушай, он стрельнул ей в спину, у нее спереди потекла кровь. Это они ее слегка поранили? Барань или... Он не будет убиваться. И их говнар будет объяснить. Я думаю, я должен благодарить вас для меня от их крови и привести меня здесь. И для того, чтобы украли жизнь от этих параситов. Есть, действительно, и средство. Но я не думаю, что я могу делать Продолжение следует... 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 Продолжение следует...